Дорогие Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня в Святая Церковь празднует праздник сушенский на святых апостолов Духа Святого. Бог есть Единый, но в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Отец благоволил, чтобы Сын Божий взял на Себя нашу человеческую кровь, пришел, жил с нами, проповедовал Иоанн, пострадал нашим ради спасения, воскрес из мертвого и вознесся на небеса. И после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа Господь при Вознесении сказал ему пребывать в Иерусалиме и ждать обетования Святого Духа. И вот апостолы не знали ни время, ни день, когда сойдет Дух Святой. Поэтому в таком святом ожидании пребывали умолиты. И вот случилось так, что на 50-й день после Пасхи, на 10-й день после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, где апостолы с Божьей Матерью пребывали, как у нас изображено на иконописи, пребывали горницы в Иерусалиме, вдруг они услышали как бы шум зимного ветра и увидели над головой каждого огненные языки. И каждый огненный язык почил на каждом из апостолов. И вдруг Дух Святой, который явился в виде огненных языков, который сошел на апостолов, а в их лице и на всю всю церковь, потому что апостолы, они отображали на то время ту новозаветную маленькую церковь. Дух Святой почил именно апостолов. И чтобы показать, что преодолевается человеческое естество, что-то чудесное, вдруг апостолы начали говорить на разных языках. Каждый из нас знает, чтобы изучить язык, это минимум надо на русский пути четыре-пять года учиться, потом еще долго-долго тренироваться, чтобы обладать каким-то языком. А они, этот получили друг, и получили они промыслительно тот язык, где они будут в какой стране и какому народу проповедовать в Евангене. А это сушествие Святого Духа совпало с Ветхозаветней Пятидесятницы. Ветхозаветняя Пятидесятница была установлена после того, когда Господь через Моисея вывел богоиспранный народ, и они вышли в пустыню. И на Пятидесятый день они подошли к Лорисе и Найской. Господь повелел Моисею зайти на эту гору, и там дал ему скрижали, каменные скрижали, заповеденные десяти божьими, и весь закон, и религиозный, и государственный закон, как они должны были жить иудеи. Этот закон, Синайский закон, Ветхозаветний закон, был дан Богом через Моисея на горе Синайской. Там был гром, молния. Вся гора тряслась, когда иудеи получили на Ветхозаветнюю Пятидесятницу закон. В этот праздник всегда иудеи собирались из самых дальних уголков Палестины в Верусаветский храм, чтобы принести Богушек. Но иудеи жили не только в Иудее, в Галилее, но жили по всему миру. По свидетельству историков, около пятьдесят миллионов иудеев жили в разных странах, не только в Палестине. В Палестине только малая часть их жила. И они собирались всегда на праздник. В Пасхе приходили в Иерусаветский храм, чтобы приносить жертвы. В День Пятидесятницы. Тем более, День Пятидесятницы уже иудеи стал и днем, когда они приносили начатки своих первых плодов. И вот они собрались, и апостолы, после зашествия на месте Святого Духа, они вышли и начали говорить разными языками. Иудеи знали не только свой арамейский язык, но знали и те языки тех странах, где они жили, откуда они пришли в Иерусаветский храм. Они удивлялись, что говорят на разных языках, знакомы им, и говорят в Иерусаветском храме. Как он не вспомнит Вавилонскую башню? Когда люди задумались злое, решили из-за гордости построить Вавилонскую башню, Господь построил это их предел, смешал их язык, и они стали не понимать друг друга. До этого говорили на одном языке, а здесь новое чудо. Здесь все народы вдруг услышали единый призыв строить Царство Божие, объединиться в Евангельской проповеди. И поэтому вот это чудо Пятидесятницы, которое произошло в существенном апостоле Святого Духа, это было связано и пророчески с Ветхим Заветом. Принято у нас на праздник Пятидесятницы украшать храм зелеными веточками. Это идет от того, что мы сегодня вспоминаем Святую Троицу, потому что Бог Отец благословил, Сын Божий совершил наше сплощение, вознесся на небо и пришел в Третья и поставь Святой Троицу. Дух Святой, окончание нашего спасения, Дух Святой сошел и теперь усвояет верующих через таинство плоды искупительных страданий и воскресение Христово всем верующим, кто сверли эти таинства принимает. Дух Святой пребывает в Церкви, Он управляет Церкви, ведет ее, Он ведет каждого человека. Поэтому День Святой Троицы сегодня. И вспомним сегодня Авраама, который принимал трехпутников. Нужно сказать, что в Ветхом Завете были самые такие люди гостеприимные три. Это был Ной. Ной был очень гостеприимный. И когда наступил поток всемирный, Ной собрал там всех зверей. И они все были в этом корабле. Ну и он кормил этих зверей. А звери разные питаются. Одним днем, одним ночью, одним утром, одним вечером. И вот даже был такой случай, что Лер, когда проголодался, он лапой своей ударил по ноге Ноя. И с этого времени он хромал. Но он был гостеприимный. Он не спал ради сверей, пока их не высадил на горе Ана-Ана. И вот такой гостеприимный человек, это был Ио праведный. Ио праведный каждого человека принимал, кто только просил. Но были люди, которые стыдились просить. И вот у него такой был шатер, что человек заходил, там получал милостыну, и выходил другою стороною, чтобы никто его не видел. Такой был праведный и милостивый, и питатель нищий и больных, и праведный. И третий праведник, это Абрам. Абрам, он жил, и он прямо выглядывал путников. Он когда видел какого-то человека, он сразу просил его угостевать у него. Он ни одного человека не пропускал. Был даже такой случай, шел один бедуин, и он попросил его, чтобы он у него покушал. И дальше сказал ему, чтобы он воздал славу единому Богу. Тот сказал, так ты ставишь условия, чтобы меня покормить. И Господь открыл Аврааму, что не надо ставить условия. И он вернул на этого бедуина, покормил его просто так, не ставив ему никакие условия. И вот так Авраам ловил каждого путника. И вдруг к нему три пришли ангела. Три путника. Авраам усадил их у маврийского дуба. В тенях этого дуба, в знойный день, Авраам усадил их, угостил самое лучшее при готовом угощении. И было ему пророчество, что у него в 100-летнем возрасте родится сын. И хотя и Сара сразу не поверила. И до сих пор маврийский дуб есть. И все время новые росточки, кто там был в Хевродии, кто знает, что там все новые росточки в этом дубе. И вот мы под водой этого дуба, где Авраам принимал троицу, мы тоже украшаем своим жилищем. Будем подражать праведных Иову, Авраам и Ною, которые так любили кормить нуждающихся. И вот сегодня день Святой Троицы. Сегодня сошествие Святого Духа на апостолах. Если в Пятидесятнице Вечко-Заветнее, Дух Святой сходил в громы и в молнии, и Бог сошел в громы и в молнии, дал заповеди, то сейчас во время Новозаветнии Пятидесятницы Господь сошел тихо в шуме ветра и не на каменные скрижали, а на скрижали сердца апостолов. И вот Дух Святой сошел и пребывает в Церкви. Каждый христианин, когда он крестится, после этого над ним соглашается Таинство Мирового Мазания. Во время этого Таинства, в апостольские времена, во время этого Таинства оно называлось Существом Духа на человека. И возлагали руки апостолы на крещаевых. Но из-за множества приходящих в Церковь Христову, это Таинство в конце первого, в начале второго века было заменено на Миропомазание. И Иоанн Богослов говорит, что вы имеете помазание по Цветову с Новым Позданием. Поэтому мы, когда Миропомазают нас, это на нас сходит Дух Святой. После крещения на каждого крещаемого, во время Таинства Миропомазания, Дух сходит к этому человеку. И он становится уже не простым сосудом, а он становится вместилищем, храмом Духа Святого. Для каждого из нас Таинство Миропомазание это наша личная Пятидесятница. Поэтому апостол Павел говорит, Духа Святого возгребайте. То есть мы должны постоянно этого Духа, стержать благодать этого Духа, который стержается, подобно праведникам Мирского Завета, именно добродетелями разными, которые стержаются молитвой, пустом и другими добрыми, богоугодными делами. Всех вас поздравляю с праздником Святой Тройцы! Спасибо!